всем привет я анна оськина и добро пожаловать на мой канал я очень рада вас здесь видеть и в этом видео я продолжаю отвечать на вопросы о лепке из полимерной глины и первый вопрос почему у меня полимерная глина после запекания не стала полупрозрачной может быть не допеклась или глина плохая на самом деле это название полупрозрачная или прозрачная полимерная глина довольно условно это пластика после запекания никогда не станет как стекло она станет скорее как такое мутное матовое стекло или такая полупрозрачная пластмасса вы будете видеть сквозь нее свет на просвете но стеклянной линзы например никогда не сделать лучше всего такая полимерная глина проявляется в изготовлении многослойных бусин из очень 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 тонких срезов чтобы появилась именно вот эта прозрачность нужно отрезать очень тонкие дольки прозрачной полимерной глины меньше одного миллиметра толщиной лучше просто как бумагу толщиной тогда вы действительно получите прозрачный красивый эффект например это очень хорошо видно на лимонных апельсиновых дольках кулинарной миниатюре если вы делаете сами дольки из полупрозрачного цвета как я показывала в своих мастер-классах и следующий вопрос скажите ваше мнение о листах для шлифовки фима удобно ли ими пользоваться как они в работе не оставляют ли царапин и как вы шлифуете свои изделия речь идет вот об этих листах я ими пользуюсь уже полгода в наборе было три листа с тремя уровнями зерна самое грубое среднее и мелкое зерно также можно полировать изделие обратной стороной мне эти листы действительно нравятся ими удобно шлифовать удобно шлифовать кулоны у меня есть очень грубая пилка для нарощенных ногтей и какие-то совсем грубые выпуклости я шлифую ей но чаще я шлифую поверхность сначала грубым или средним листом от фильма эти листы оставляют царапины то есть но самый грубый лист я имею виду лист выбираю в зависимости от изначальной гладкости поверхности после того как я обработала такой черновой слой я полирую самым мелким листом которым убираю царапины шлифую круговыми движениями не тру из стороны в сторону а прохожусь по всей поверхности благодаря круговым движениям я избегаю появление крупных царапин изначально и полностью их убираю при втором подходе ну а потом я полирую поверхность обратной стороной этого листа поверхность можно натереть просто до блеска но если лень можно просто покрыть лаком после шлифовки я промываю изделие с мылом или с жидкостью для мытья посуды хорошо вытираю просушиваю и покрываю лаком либо оставляю как есть если меня устраивает поверхность если я хочу матовую поверхность и следующий вопрос можно ли запекать изделие два или три раза как вы относитесь к поэтапному запеканию например в тортиках сначала основу потом на затвердевший кусочек крем с украшениями и опять запекать я очень положительно отношусь к поэтапному запеканию сама активно это практикую сама активно пользуюсь этим способом полимерная глина при правильной температуре запекания конечно же удерживает подход в два или три раза и даже четыре раза запекания поэтому чтобы работы получались более аккуратными я нередко предпочитаю запекать что-то на половине готовности например потом доделать долепить оставшиеся какие-то части и запечь второй раз иногда третий даже четвертый раз в зависимости от сложности изделия когда я делаю тортики я предпочитаю запекать отдельно бисквит и только потом его украшать своих мастер-классах я не раз показывала что запекаю изделия два раза иногда и три раза например в украшениях с тарелочками я всегда сначала делаю тарелочки потом уже запеченную посуду я делаю сладости в мастер-классе кружевные крылья я также несколько раз запекала это изделие чтобы не не повредить уже выполнены детали поэтому это совершенно нормально пользуйтесь этим свойством пользуйтесь этим способом если хотите добиться большей аккуратности в вашей работе также один из самых часто задаваемых вопросов что делать если духовка без выбора градусов если температура в духовке вы же ниже если вы не можете не знаете какую температуру выставить сейчас я расскажу что можно сделать ну я думаю первый ответ все-таки очевиден первое что можно выполнить что можно сделать это купить термометр термометр это замечательное устройство которое измеряет температуру окружающей среды и если вы по каким-то причинам не можете купить термометр от производителя полимерной глины пользуйтесь термометрами кухонными для приготовления пищи они точно также подойдут для этих целей они продаются в хозяйственных магазинах магазинах товаров для кулинарии в интернете очень много вариантов я очень часто встречаю на самом деле это не какой-то редкий прибор который нигде не достать обычные кухонные термометры нужны в кулинарии при приготовлении пищи некоторые блюда нуждаются в точной температуре я очень часто встречаю такие термометры в магазинах даже в моей группе мои подписчики делились ссылками где можно такие термометры купить подешевле где там доставка на дом существуют даже интернет-магазины поэтому если вы просто воспользуетесь обычным поисковиком google яндекс вы найдете термометр это не редкий какой-то механизм если все-таки по каким-то причинам термометр для вас на данный момент недоступен то можно вычислить температуру опытным путем возьмите несколько кусочков пластики одинаковых совсем небольших вот буквально таких поставьте примерно нужную температуру то есть как вы считаете какая температура более-менее подходит 130 градусов или 110 градусов до в зависимости от того какая температура написано на упаковке полимерной глины запеките этот первый кусочек посмотрите что с ним стало если кусочек потемнел поверните ручку на духовке вашей на вашей печке на температуру поменьше запеките другой кусочек еще раз посмотрите что с ним стало если кусочек потемнел ставьте еще меньше и так далее до тех пор пока не получится нужный вам результат для этого опыта конечно же лучше брать какую-то светлую пластику например белую и вот наконец вы добились того что вас ваш кусочек не темнеет или сразу же с первого раза не потемнел попробуйте его согнуть если он немножечко гнется то все отлично вы все сделали правильно значит температура подобрана правильно можете поставить какую-нибудь точечку фломастером на ручке духовке и пользоваться этой температурой то есть всегда ставить эту температуру если кусочек легко сломался то есть он ломкий вы ее его пытаетесь согнуть пополам он хрустнул и сломался то значит температура недостаточная значит температуру нужно ставить меньше если же кусочек наоборот легко сломался то есть вы его гнете он просто хрустнул и переломился значит температура недостаточная нужно ставить больше это же самое по такому же принципу проводите опыт кладете следующий кусочек, ставите побольше температуру, запекаете, проверяете, гнется не гнется, если не гнется, то есть ломается, значит нужна температура еще больше, если кусочек, ну, более-менее немножечко гнется, значит все правильно, и если кусочек не потемнел, значит все верно, температура подобрана правильно. И, как я уже сказала, когда вы найдете правильную температуру, отметьте это место какой-нибудь точечкой, галочкой, палочкой, фломастером, например, или ножичком отскоблите или ручкой и запекайте уже на этой температуре также я знаю существуют проблемы когда в духовке просто нет необходимой температуры то есть она начинает запекать от 150 градусов где-то там и в любом случае полимерная глина всегда подгорает в этом случае я рекомендую вам немножечко приоткрывать дверцу духовки при запекании это не самое не самый лучший вариант конечно же обязательно проветривайте помещение обязательно это все делается с открытым окном или с порточкой естественно не одновременно с приготовлением пищи но я имею ввиду в одном помещении вот но если вы приоткроете дверцу температура в духовке станет пониже возможно запекание у вас получится замечательно я знаю много людей которые пользуются этим способом приоткрывают дверцу духовки и замечательно запекают не все получается также хотелось отметить один момент у меня он уже рассказан моем видео о запекании о том как правильно запекать полимерную глину но так как не все внимательно смотрят обратите внимание на то на чем вы запекаете то есть на каком противне если это такой черный с антипригарным покрытием противень то очень может быть что подгорает у вас не от того что температура высокая в духовке а от того что этот противень сам отдельно нагревается достаточно сильно и он дает дополнительный нагрев рекомендую пересмотреть вам видео о запекании полимерной глины она даст вам ответы на большинство ваших вопросов потому что там я достаточно подробно рассказывала как запекать на чем запекать и какая у меня духовка как я духовку выбрала какие критерии я использовала при выборе духовки поэтому рекомендую и надеюсь что мои ответы вам помогли работа с полимерной глины станет для вас еще проще и приятнее пишите ваши комментарии вопросы прямо под этим видео ставьте лайки если мои советы вам пригодились мне это будет очень приятно и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новинки до новых встреч